Приветствую, друзья! Мы часто забываем, когда нам плохо, о том, что универсальное лекарство – это положительные эмоции. Мы забываем об этом просто. Любимое дело ещё, и, конечно, метод-ключ, естественно, потому что метод-ключ основан на тех механизмах, которые у вас включаются инстинктивно, когда вы заняты любимым делом. Ну, а теперь я вам расскажу свои афоризмы. Но прежде чем я расскажу свои афоризмы, я вам напомню о Джоне Ленине. Вот что написано в Википедии. Он, он Ленин, британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель и активист. Один из основателей и участник группы «Битлз». Является одним из самых популярных музыкантов 20 века. После распада «Битлз» начал сольную карьеру. Но в 80-м году был убит бывшим фанатом группы. И он написал как-то в одном из своих произведений, поэтических таких, о творчестве. Что такое творчество. Я потом написал свою фразу, что в жизни есть само творчество. Если убрать из жизни все длинноты и повторения, это и будет наилучшее произведение. Но недавно я написал афоризм. Неизвестно, кто муза для художника. Кем восторгается художник. Или кто восторгается художником. А до этого я как-то писал, что хороший поступок, даже очень маленький, полезен для всего мира. Человек устроен так, что ни одно чувство у него не может быть полным, если оно не разделено. Это тоже афоризм. И у меня были там дискуссии, что может быть надо добавить слово с другим, не разделено с другим. Но у меня так оно и осталось в подвешенном состоянии. Уже много лет человек устроен так, что ни одно чувство у него не может быть полным, если оно не разделено. Кто хочет, добавляйте с другим. И так дальше. Афоризмы. Это для вас, друзья, для хорошего настроения, потому что хорошее настроение, положительные эмоции – это универсальное лекарство от всех бед и проблем. Да, это точно. Потому что вот афоризм. Когда сходятся наши желания, открываются и наши возможности. И вот ещё. Нормальные люди соберутся, даже не имея исходной темы. Всё равно придумают что-то интересное. Но стоит затесаться среди них вот одному примитиву, все усилия уйдут как в песок. Да и хлопот потом не уберёшься. Правда же? Хорошая афоризма. Да. Я очень рад, что я это придумал. Да. И поэтому я написал давно ещё, который у меня висел в центре, на Таганке. Если человек не умеет управлять собой, начинает управлять другие. Потом я уже в эти годы, когда мы общались там в интернете, в школе «Человек будущего» «Homo futurus», я написал, мы не живём в головах друг друга, поэтому говорите и пишите понятнее. Ещё я написал, если нет причин для радости, начинай радоваться, и причины найдутся. Потому что ты вспомнишь, что универсальные лекарства от всех проблем – это положительные эмоции. Правда, друзья? Поэтому я вам дарю свои афоризмы. Можете их заново прослушать. Это очень интересные афоризмы. В следующий раз как-нибудь я найду день, когда ещё другие афоризмы свои расскажу. Покажу ещё картины. А эту картину всё-таки я считаю законченной. А как вы считаете, друзья? Закончена ли эта картина? Или у меня опять появится какое-то желание? Или я прислушаюсь к какому-нибудь комменту? Потому что мы часто проводим иногда, часто иногда проводим коллективный разум. Я взвешиваю все советы. Пишите, пожалуйста, комменты, друзья. До встречи. И помните, что бы ни случилось, что бы, когда бы ни случилось, хоть сейчас, хоть через 20 лет, хоть через 100, если вам будет плохо, вспомните, пожалуйста, универсальное лекарство положительной эмоции. Да, ищите положительные эмоции. И если нет причин радоваться, начинайте радоваться. И причины не найдутся. Тем более у вас метод-ключ. Подбирайте себе только те действия, которые вам комфортны. До встречи, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!